У нас, значит, кого-то Керман, Леша. Ну вот, Мария Полянская. Мария Полянская до Родионы, да. Начнем с меня. Значит, еще такой момент, что это самое. Из зала будут задавать вопросы. Вот, господа и дамы, вы будете задавать вопросы, вы, пожалуйста, представляйтесь. И если вы представляете какое-либо мировое издание, пожалуйста, сообщайте, какое мировое издание вы представляете. Благодарю. Давайте тогда помолеясь начнем. Меня зовут Мария Полянская. Алексей меня тут всячески постарался представить. Большое ему за это спасибо. Принес сюда книгу, которую я показываю. Это одна из книг, которую Алексей издавал. Это «Сын городского воробья». Книгу, которому неоднократно на различных сборищах и мероприятиях литературного портала «Дочка зрения» представляли и журнал «Контрабанда». Меня связывают вообще на самом деле очень удивительные связи. Я начинала просто как автор журнала «Контрабанда». Мне, естественно, как всякому автору было что сказать. А журнал «Контрабанда» представлял такую возможность. В том числе и в жанре малой прозы, то есть когда речь идет не о романе, а о малом таком емком рассказе, в котором надо было запихнуть в определенное количество страниц. Леша, она здесь очень жестко ограничена. Мне пришлось начать писать вот ровно столько, сколько надо было сказать. Я безумно благодарна «Контрабанде», что она меня таким образом воспитывала, дисциплинировала, приучала говорить кратко и емко, не растекаться мыслью под релом. Из последних произведений я, кстати, начинала печататься в «Контрабанде» достаточно рано и напечаталась практически на протяжении всего времени, чему рада и чем очень горжусь, что я имею отношение, так сказать, ко всей истории «Контрабанды». Из последних вещей все-таки я немножко перешла к более серьезным формам и была напечатана такая вещь, эта большая повесть, притча о страннике. Правда, Леша я очень правильно и грамотно разбила на пять частей. Поэтому для тех, получается так, что когда я говорю людям, хотите почитать мою последнюю повесть, я говорю, вам придется приобрести пять номеров журнала «Контрабанда». Но это не столько коммерческий ход, сколько, так сказать, история с продолжением. Но на этом история моя с «Контрабандой» не кончилась, поскольку на данный момент у меня есть кафе, свое собственное кафе на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь». Кафе называется «Колония». Это одно из мест, где вы всегда можете приобрести журнал «Контрабанда». Даже тот самый редкий номер, о котором говорил Алексей, в котором напечатаны авторы. Ни у кого-то из номеров нет, у меня еще эти номера есть. Ко мне уже несколько раз приезжали люди, которые там с замиранием сердца говорили, а у вас есть номер такой-то за 2008 год? Я говорила, да, есть. Люди могут там этот номер не просто приобрести, а даже сесть и почитать. И вот тот самый «Дикий гон», который одно время был таким очень интересным местом в «Контрабанде», место, где люди могли выплеснуть вообще в свое творчество и действительно поискать глубинные смыслы за самыми простыми вещами. Ну вот примеры этого «Дикого гона» вы только что слышали, когда Алексей его читал, да? И мне приятно осознавать, что я участвовала в создании этого «Дикого гона». Не только тем, кто там подносила кофе и готовила бутерброды и сэндвичи, о чем многие здесь осведомлены, но и участвовала в этом творчески. И получала от этого огромное-огромное, просто ни с чем не сравнимое удовольствие коллективного творчества, да? Такое немножко забытое жанра. То, о чем я сейчас на столке вспоминаю, думаю, как это было хорошо. Вокруг холодно, зима, а мы сидим, сочиняем, креативим, как выражается мой муж-художник, сидит, креативит. И вот, соответственно, все это потом читалось в журнале «Контрабанда», звучало свежо, было необычно. Поэтому, то есть для меня можно сказать, что «Контрабанда» — это, ну, практически все. Это сосредоточие натуральной, ничем не прикрытой литературной жизни Москвы. Поэтому я вообще только всячески за. И я безумно рада, что такое большое количество людей пришло на этот вечер. И такое большое количество людей интересуются, если будут «Контрабандой», им «Контрабанда». Они безразличны. Ну, вот, в общих словах, все. Спасибо.